Всем привет, с вами Джамбо Макс. Не успели мы отойти от новости про отмену цифровых продаж подписок Xbox на территории Российской Федерации, как в сети появились новые немаловажные новости. По данным из сети стало известно, что из-за тесного партнерства Nintendo и Microsoft, возможно, что портативная консоль Nintendo Switch может получить подписку Xbox Game Pass и Project X Cloud. Че-то я в последнее время охереваю от того, что происходит. Рассмотрим эту новость с положительной стороны. Теперь и обладатели Switch смогут поиграть во все возможные игры, которые есть на Xbox One и даже в эксклюзивы. Также нас ждет, видимо, еще более обширный кроссплей. Но сами посудите, если они смогут запустить все эти игры, значит и сервера будут одни и те же. Если, конечно, это не будет все разделено. Негативная сторона этого вопроса лишь в том, что, по сути, Xbox начинает немного обесцениваться и возникает простая логика покупки. Для чего я буду покупать Xbox, если я смогу купить Switch и поиграть в большее количество игр и тем более где угодно? Да тут, мне кажется, не все так просто. Прошу прощения за такой говор, у меня реально забит полностью нос, поэтому, сорян, ребят, тут, как могу. Майки не такие дураки, чтобы абсолютно халяву предоставлять возможность запускать игры на всех платформах совершенно бесплатно. Если что, xCloud, по изначальным слухам, предполагался лишь для мобильных устройств, что уже, в принципе, позволяло бы и так играть абсолютно всем желающим в игры от Xbox. Но тут, а именно в самой технологии xCloud, все еще открыт важный вопрос. Каким образом нам предоставят возможность использовать эту технологию? И тут у меня в мыслях лишь одно разумное решение, которое, наверное, и будет реализовано. При использовании данной технологии нужно будет заходить на свой профиль Xbox, на котором должны будут куплены все игры и подписки, которые ты хочешь поиграть на своем телефоне или же будучи на консоли Nintendo Switch. Без профиля Xbox, а именно без покупок самих подписок, игр, технологии вряд ли будет доступна. Но, знаете, ситуация с Play Anywhere, которая позволяет один раз купить игру и играть то на ПК, то на Xbox, мы знаем, что за лайв платить на ПК не нужно. И если такая же тема будет и на Switch, то это будет капец как нечестно. Но я думаю, что такое вряд ли будет. Для игры онлайн и для доступа к играм попросту всех обяжут все это купить. И халявы так такой ни у кого не будет. Да, будут иметь возможность поиграть, но за фулл прайс. Кстати, напоминаю, что данная технология должна появиться в бета-тесте всем желающим уже в первом квартале этого года. Ну, то есть, по сути, осталось один месяц. Но зная майков, мы можем спокойно отодвинуть срок до лета, так как со сроками не всегда преувеличивать. И будем дальше ждать каких-то официальных подробностей на эту тему. Лично я отношусь ко всему этому положительно. Мне пофиг, где, как, кто будет играть в игры от Xbox. Это, наоборот, круто. Больше людей попробуют эти игры, получат удовольствие от них, а значит, с большим количеством человек можно будет обсудить эти игры, поговорить на эту тему и просто вместе поиграть. Но самое главное, самое главное, чтобы при всем при этом было все по-честному без каких-либо привилегий. Типа, если на других платформах и имеется возможность поиграть в эти игры, пусть покупают все, что для этого нужно, а именно подписки, сами игры и тому подобное. Так как на показы онлайн платить не нужно и не хотелось бы в этой ситуации быть единственными лохами, которые будут платить за возможность играть в сети. А так, все довольно здорово и очень рад за обладателей Switch, ибо у них и так действительно мало масштабных проектов. Но посмотрим через время, правдива это новость или нет, так как официальных заявлений на этот счет еще не было. Вот как так, ребят. Обязательно напишите свое мнение на этот счет, если вам понравилось видео, поддержите меня пальцем вверх, а то я и больной стараюсь максимально оперативно делать ролики. И не забывайте подписываться на канал, так как мне это дает невероятную мотивацию делать видео еще интереснее и еще чаще. Большое спасибо за просмотр, не болейте и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok